Уважаемые коллеги, мы начинаем пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря ШОС Дмитрия Месяцева. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы сегодня провели мероприятие, которое открывает такой решающий, самый ответственный этап российского председательства в ШОС, этап подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Уфе 8-9 июля этого года. Нашу работу мы начали с поездки в Кремль, где министров иностранных дел и руководителей постоянных органов ШОС принял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, обозначил основные ориентиры, которые стоят перед всеми нами на ближайшем отрезке, который должен обеспечить результативность подготовки к саммиту в Уфе. Мы в ходе дискуссии на состоявшемся уже после встречи с президентом заседании Совета Министров иностранных дел рассмотрели основные проекты итоговых документов, которые будут вынесены на саммит в Уфе. Прежде всего, это стратегия развития ШОС до 2025 года, которая носит всеобъемлющий характер, охватывает все сферы нашего взаимодействия. Во-вторых, еще один очень важный документ, документ, посвященный 70-летию победы во Второй мировой войне. Его проект тоже будет представлен на рассмотрении глав государств. Важное значение для наращивания эффективности нашего взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества в свете угроз, которые возникают в нашем регионе и по его периметру, будет иметь программа, проект которой тоже сегодня мы рассмотрели, программа ШОС по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016-2018 годы. И отдельно одобрен проект заявления, также для одобрения главами государств, проект заявлений по борьбе с наркоугрозой. Кроме того, мы готовим еще ряд документов, работа над которыми продолжается, включая соглашение государственных членов ШОС о взаимодействии и сотрудничестве по пограничным вопросам. Помимо рассмотрения проектов итоговых документов саммита, мы обменялись мнениями о ситуации в регионе ответственности ШОС, прежде всего, конечно, в контексте положения в Афганистане и той непростой обстановки, которая в этой стране сохраняется, даже усугубляется, подпитывая, к сожалению, и террористическую, и наркотическую угрозы, угрозы, которые напрямую начинают затрагивать стабильность и безопасность государств, членов Шанхайской организации и сотрудничества. Но, как я уже сказал, предложения, которые вырабатываются для одобрения на саммите, нацеливают нас на то, чтобы противодействие этим угрозам было более эффективным. Рассмотрели мы, конечно, и сопряженный с этим вопрос, вопрос террористической угрозы на Ближнем Востоке и на Севере Африки. Ситуацию в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии. Во всех этих случаях необходимо обеспечивать исключительно мирное политико-дипломатическое урегулирование. В этом у нас абсолютно совпадают подходы. Также, как, собственно говоря, и в любом другом кризисе, включая кризис на Украине, где требуется наладить общий украинский диалог между Киевом, Донецком и Луганском, об этом мы тоже сегодня говорили. Принятые рекомендации, надеемся, они будут одобрены главами государств, которые в случае принятия соответствующих решений в Уфе в практическом плане откроют процесс расширения Шанхайской организации сотрудничества, прежде всего за счет начала процесса вступления Индии и Пакистана. Рассмотрели мы и заявку Ирана, который с 2005 года активно, деятельно участвует в работе ШОС в качестве государства-наблюдателя. Все мы высказались за повышение статуса Ирана в нашей организации в контексте урегулирования, всеобъемлющего урегулирования иранской ядерной проблемы. В заключении хотел бы сказать, что мы поработали активно, дружно. Мы не прощаемся, потому что завтра состоится специальная конференция министров иностранных дел с участием представителей государств-членов ШОС, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу конференции, посвященной региональной безопасности. В заключении хочу поблагодарить генерального секретаря ШОС Дмитрия Федоровича Мезенцева, руководителя региональной антитеррористической структуры господина Джан Синфена за их неоценимый вклад в подготовку и к сегодняшнему заседанию, и к подготовку к другим заседаниям по линии других структур государств-членов ШОС, которые вносят свой вклад в обеспечение результативности саммита в Уфе. Спасибо. Уважаемые коллеги, я так могу с учётом моего опыта работы в СМИ обращаться к вам. Хочу подчеркнуть, что деятельность Совета министров иностранных дел имеет для организации особое значение. И, как сказал Сергей Викторович Лавров, сегодня самый широкий комплекс вопросов подготовки к Уфимскому саммиту организации, рассмотрению главного государства будет представлен широкий пакет важнейших для ШОС документов, был обсуждён. Хочу также подчеркнуть, что вновь была подтверждена очень товарищеская стилистика отношений глав внешнеполитических ведомств. И те оценки, масштабные яркие оценки взаимодействия сторон, такие же точные оценки, которые характеризуют обстановку в регионе и дают оценку и позволяют оценивать подходы сторон к вопросам текущей международной повестки дня, были важны для всех, без исключения сторон, будут учитываться в работе и штаб-квартиры организации региональной антитеррористической структуры. Тот перечень документов, о котором сказал Сергей Викторович, позволяет рассчитывать, что по-своему саммит Уфе будет носить исторический характер. Также важно отметить, что представленным планом председательства Российской Федерации в ШОС предусмотрено более 100 позиций и положений. Не было ни одного случая, чтобы российская сторона изъяла что-то из этого плана или какой-то вариант конференции, семинаров, круглых столов, базовых серьезных ведомственных встреч был перенесен или не исполнен. И в этом плане, без исключения, все принципы председательства, обозначенные Владимиром Владимировичем Путиным на Душанбинском саммите ШОС, исполнялись неукоснительно. И в год российского председательства подтвержден принцип эстафетности и поддержки тех заделов, которые были сделаны организацией сторонами в ходе председательства Таджичистана. Я думаю, что такая практика будет поддерживаться и впредь. Сергей Викторович, я хочу вас поблагодарить, раз слова в мой адрес и в адрес директора антитеррористической структуры прозвучали публично за оценку того, что удалось сделать нам. Но это, прежде всего, оценка очень товарищеского, слаженного взаимодействия сторон, команд Министерства иностранных дел, других ведомств, других министерств наших стран и, конечно, коллективов постоянно действующих органов ШОС. Спасибо. Добрый вечер, Сергей Викторович. Вопрос касается Ирана. Переговоры по ядерной программе сейчас вышли на финишную прямую почти. По-вашему, насколько позитивный или негативный результат этих переговоров повлияет на статус Ирана в ШОСе? И какие сейчас препятствия стоят перед удачным заключением договора? Спасибо. Препятствий никаких на пути к завершению, к удачному завершению переговоров по иранской ядерной программе не существует, если только все участники переговоров будут придерживаться политических рамок, согласованных в Лазанье на встрече министров иностранных дел и открывающих путь к урегулированию всех, без исключения, аспектов этой проблемы. Не хотелось бы сглазить, но пока все нацелены на результат, причем на результат, который может быть достигнут в обозначенные предпочтительные сроки, это конец июня. Бывает, знаете, на завершающей фазе переговоров по разным вопросам у той или иной стороны возникнет искушение чуть-чуть побольше выторговать в последний момент, и это может немножко осложнить ситуацию. Пока, пока, надеюсь, мы все движемся в правильном направлении. Наши заместители, политдиректора «шестерки» и Ирана сегодня работают в Вене. Завтра на конференции, о которой я упомянул, будет присутствовать министр иностранных дел Ирана, господин Зариф. Мы с ним тоже, конечно же, обменяем с оценками ситуации на переговорах. Прогресс налицо. Он еще пока не окончательный, но, повторю, мы движемся верно. И, как я уже сказал, сегодня в ходе дискуссии преобладающим было мнение о том, что мы все хотим повысить статус Ирана в шанхайской организации сотрудничества, и сделать это можно будет в контексте всеобъемлющего регулирования иранской ядерной проблемы. И еще один вопрос, пожалуйста, о Интерфакс. Морозова Дарья, информагентство Интерфакс. Вопрос к Сергею Викторовичу. Сегодня поступают сообщения об ухудшении ситуации в зоне конфликта на Украине. В частности, вооруженные силы Украины сообщают, что ополченцы начали широкомасштабное наступление в районе Майинки. Уже сообщается о погибших. В этой связи будет ли созываться, возможно, контактная группа или нормандский формат в связи с обострением ситуации? Можем ли мы говорить о двустороннем срыве минских соглашений? Спасибо. Я не хочу даже предполагать, что кто-то затеял сорвать минские договоренности, хотя порой казалось, что в Киеве немало желающих это сделать. Об этом свидетельствуют и отношения к обязательствам Киева по проведению амнистии, конституционной реформы, организации выборов по согласованию с Донецком и Луганском. Но, конечно же, обострение военной ситуации на линии соприкосновения на сегодня является самым острым вопросом. Я не имею точной информации. У нас есть наши представители в совместном центре координации и контроля, который, напомню, состоит из российских и украинских офицеров. Был сформирован по личной просьбе президента Порошенко ровно для того, чтобы объективно оценивать ситуацию и помогать специальной мониторинговой миссии ОБСЕ определять, кто нарушает договоренность о прекращении огня и об отводе тяжелых вооружений. Замечу, что мы уже достаточно давно обращаем внимание на то, что, судя по той информации, которая доступна с мест боевых действий теперь уже, но с территорий, которые находятся вдоль линии соприкосновения с обеих сторон, только со стороны контролируемой ополченцами поступают репортажи о колоссальных разрушениях гражданской инфраструктуры, больниц, школ, детских садов, жилых домов. Только на той стороне почему-то гибнут мирные жители. Со стороны, которые контролируются украинским правительством, поступают сообщения о гибели военнослужащих. Так вот, для того, чтобы как-то разобраться в этом вопросе, мы обратились в ОБСЕ с просьбой поручить специальной мониторинговой миссии докладывать не только, кто и сколько раз и куда стрелял, но обязательно докладывать, каковы были цели этих обстрелов и кто от этих обстрелов страдает, мирные граждане или боевые подразделения, которые ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам. Я убежден, что это очень простая задача, которую специальная мониторинговая миссия обязана выполнить, чтобы у всех была полная картина, что же там на самом деле происходит и кто нарушает не только минские договоренности, но и нормы международного гуманитарного права, обстреливая населенные пункты с завидной методичностью. А что касается, повторю, для того, чтобы это все пресечь, там действует совместный центр координации и контроля, там есть специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, мы будем готовы собираться в любом формате для того, чтобы призывать стороны к соблюдению договоренностей, но на месте есть все необходимые механизмы. Надо просто их полностью задействовать и не пытаться их игнорировать, а то и подвергать сомнению их дееспособность. Но самое главное – это видеть всю картину и отдавать себе отчет в том, что, наверное, те, кто пытается обострять военную ситуацию на линии соприкосновения, кто бы это ни был, вольно или невольно преследуют цель не дать двигаться вперед по всем другим ключевым, прежде всего, политическим, экономическим и гуманитарным аспектам выполнения минских договоренностей. Потому что пока люди заняты стрельбой, наверное, есть предлог не заниматься политическими реформами. Хочу ошибаться, но такое впечатление создается, от него трудно избавиться. Но закончить хочу на позитивной ноте. Вчерашние заседания рабочих подгрупп, которые состоялись в Минске, не достигли окончательных результатов по каждому из обсуждавшихся вопросов, но, тем не менее, есть движение вперед, в том числе и по вопросу демилитаризации Широкина, по вопросу включения в список отводимых вооружений артиллерии и минометов калибром ниже 100 мм, есть определенные продвижения вперед и по ряду других направлений, в том числе по вопросам начала, наконец-таки, прямых консультаций между Киевом, Донецком и Луганском относительно подготовки к проведению местных выборов. Не буду забегать вперед, наметки есть, они достаточно позитивные. Сейчас важно, чтобы все, о чем договорились, было доведено до конца, а для этого назначены уже новые встречи соответствующих подгрупп, и важно, чтобы никто вот такими рецидивами военной активности не сорвал этот намечающийся хрупкий прогресс. Спасибо.